Прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и в школе номер 7. Здесь она сопровождалась значимым для всего города металлургов событием. В школе было присвоено имя 10-го директора Магнитогорского металлургического комбината Дмитрия Прохоровича Галкина. Подробности в сюжете Галины Смирновой. Школа номер 7 расположена в новых районах города, на улице Галиулина. Казалось, было бы логично, если бы учебное заведение носило более крупный порядковый номер, например, 59 или 64. Но тот, кто знает историю Магнитогорска, такому положению вещей не удивляется. Изначально первые школы, как, собственно, и сам город, строились на левом берегу. И уже позднее переезжали в новые помещения на правом, сохраняя свои номера. Седьмая была открыта в 1931 году в здании барачного типа. Действовала до реорганизации 1937 года. Затем школа была расформирована и как самостоятельная единица открылась только в 1974, уже по новому адресу Галиулина, 33, дробь 3. Одним из тех, кто активно ратовал за второе рождение и переезд школы в удобное и просторное здание, был десятый директор Магнитогорского металлургического комбината Дмитрий Прохорович Галкин. И неудивительно, что руководство учебного заведения, ученики и родители захотели отдать дань памяти этому человеку и назвать школу его именем. Решение об этом было принято городской администрацией, Магнитогорским городским собранием депутатов, о чем на торжественной линейке сообщил глава города Магнитогорска Виталий Бахметьев. Дмитрий Прохорович был прекрасный руководитель. Такие люди в Советском Союзе были единичны. Это были штучные люди. Он был замминистра черной металлургии Советского Союза. Он министром черной металлургии Украины. И все это человек начинал снизу. Начинал простым рабочим человеком, работая на Магнитогорском откоминайте. Мы должны всегда помнить о таких людях. И те традиции, что сегодня в городе мы опять возобновим, это мы будем в обязательном порядке вспоминать о таких людях, еще раз о них говорить. Это наша память. Давайте еще раз поаплодируем. Молодежь, у вас все впереди. Я думаю, все получится. С праздником вас! Спасибо! Отныне имя Дмитрия Галкина будет налагать и на учителей, и на учеников еще большую ответственность, отметил генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шеляев. Обращаюсь в первую очередь к ученикам. Вы наследники того поколения, которое воздвигло этот прекрасный город, построило металлургический комбинат, отстояло Родину в борьбе с захватчиками. Теперь вашему поколению в 21 веке развивать эту страну, став стальварами, строителями, программистами, учеными, педагогами. И успех этого зависит от вашего упорства в учебе. На торжественной линейке присутствовали люди, которым пока ничего не было известно о Дмитрии Галкине. Они не знали, что за годы его работы директором ММК в строй было введено более 500 тысяч квадратных метров жилья, 12 детских садов, две общеобразовательные школы, построен дворец культуры металлургов имени Сергуя Родженикидзе и сделано многое-многое другое. У них, у первоклашек, эти и другие знания и о родном городе, и о мире, в котором они живут, еще впереди. Книжки будут у меня толстые-притолстые, прочитаю буду знать все, что знают взрослые. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпанию ТВ. Галина Смирнова, Георгий Бадаев.